И почему нельзя было придумать телепорт? Чтобы ты зашел в кабинку и сразу оказался в другой стране. Нет же, нужно лететь в самолете несколько часов и думать о том, что все пройдет хорошо. Слава богу, мой перелет займет всего лишь 40 минут. Да и вообще, по статистике самолеты считаются самым безопасным видом транспорта. Правильно? Правильно. Почему-то меня эта информация никак не утешила. Ладно, до регистрации еще больше часа, можно посидеть. Ага. Регистрация на рейс Одесса-Киев заканчивается. А, что? Одесса-Киев? Это же мой рейс, я чуть не проспал. Фу, быстрее на регистрацию. Окей, регистрацию прошли, по багажу перевеса не было, доплачивать не пришлось. Отлично. Ну все, остается только надеяться, что именно с этим рейсом все пройдет хорошо. Хотя, с моим везением... Нет, все пройдет хорошо. Добро пожаловать в набор. А парашюты вы даете? Парашюты? Они вам сегодня не понадобятся. И почему всегда есть какой-то мужик, который думает, что его шутки смешные? Сейчас бы в самолете выдавали парашют. Кстати, почему в самолете не выдают парашют? Добро пожаловать в набор. А, спасибо. Проходите, занимайте свое место. Так, мое место у окна. Я специально заранее попросил, где же оно? О, вот и оно. А? Почему он сел на мое место? Я же специально взял билет у окна. Какого черта? Может сказать ему? Ладно, промолчу. Почему вообще самолет такой маленький? Он точно летать умеет? Вот если бы этот мужик не занял мое место у окна, мне бы было намного комфортнее. Но нет же. Окей, кто со мной летит вообще? Ха, ну понятно, человек, который вечно голоден. А? Он взял с собой вареные яйца? Яйца в самолет? Ладно. Какой-то алкаш, ну это нормально. Но для полного счастья не хватает мамочки с ребенком. Наш самолет имеет 4 аварийных выхода. О, инструктаж. Значит, скоро будем взлетать. Что, взлетать? Так, нужно не думать об этом. Лучше подумаю о чем-нибудь другом. Вот, например, сколько зарабатывают стюардессы? Аварийные выходы расположены слева. Интересно, а их учат летать на самолете? Может, я не ту профессию вообще выбрал? Хотя, учитывая, какой я трус, стюардессой мне точно не быть. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения на табло «Застегните ремни». Неужели она думает, что кто-то из пассажиров не умеет пользоваться ремнями? А, все понятно. На случай вынужденной посадки на воду, ваши подушки безопасности могут использоваться как плавсредство. Чего? Вынужденной посадки? То есть аварийную посадку они называют вынужденной? Ну да, я представляю, как в Тихом океане плыву на подушке своего сиденья. Круто! Так, все, я начинаю поддаваться жесткой панике, нужно отвлечься. Что? Почему эта брошюра мне тоже говорит о вынужденной посадке на воду? Почему мне все указывает на то, что с этим самолетом что-то должно произойти? Так, это все глупая паника. Пожалуй, лучше послушаю музыку. Вы не могли бы убрать гарнитуру? Мы начинаем взлет. А, да, хорошо. Чем же моя музыка им мешает? Или пилот ее по радиоволнам слышит? Да, представляю, как они взлетают по трек Моргенштерна и Тимоти. Эль проблема. Так, стоп. Что она сказала? Мы начинаем взлет? Что, мы сейчас будем взлетать? Фух, сейчас нужно закрыть глаза и расслабиться. Во взлете нет ничего страшного. Ооо, мы начинаем набирать скорость, это страшно. Все, закрываю глаза, не думаю ни о чем. Думаю о чем-то приятном, о чем-то приятном, о чем-то приятном. Думаю о чем-то приятном. А, блин, почему у меня в ушах звенит? Ощущение, что они сейчас лопнут. Гребаный самолет, нужно было ехать на поезде. Черт. Что? Зачем все хлопают? Мы же даже еще не взлетели. Да зачем? Я надеюсь, они водителю маршрутки хоть не хлопают на остановке. Так, ну стюардесса улыбается, значит все хорошо. Тогда попробую послать. Как сообщил командир воздушного судна, при взлете был поврежден один из двигателей. Нам придется совершить экстренную посадку на воду. А, в смысле? Какой двигатель? Мы набрали высоту 10 тысяч метров. А, фух, это был кошмар. Мне это приснилось. Ну нафиг. Вы можете отстегнуть свои ремни безопасности в случае необходимости. Приятного вам полета. Так, ладно, мы уже набрали высоту, сейчас схожу в туалет и после постараюсь уснуть, чтобы быстрее закончился этот гребаный перелет. Интересно, а капли, которые падают на меня, когда туч в небе нет, это то, о чем я сейчас думаю? Уважаемые пассажиры, мы входим в зону турбулентности, просим вас оставаться на местах и пристегнуть ремни безопасности. Блин, даже в туалет не дают сходить нормально. Эй, он нормальный вообще? Молодой человек, вы не могли бы подвинуться? Да ты меня слышишь, подвинься. Блин, почему это происходит только со мной? Фух, какой же ты тяжелый. Зачем ты вообще занял мое место у окна? Ты бы мог поспать и на своем месте. Что у самолета? Боже мой, какая же эта турбулентность страшная. Почему стюрдесса не улыбается? Что-то страшное случилось? Да улыбнись ты, скажи, что все нормально. Блин, сейчас просто закрою глаза. Нужно закрыть глаза и расслабиться. Сейчас просто закрою глаза и расслаблюсь. Просто расслаблюсь. Что? Маски? Какие маски? Что происходит? Почему они выпали? Это все из-за турбулентности? Как ее надеть? Почему я прослушал инструктаж? Черт, что делать? Почему ты спишь? Ему что, пофиг на то, что происходит? Я спасу тебе жизнь, слышишь? Смотря на то, что ты занял мое место, я все равно надену тебе эту маску. Что ты делаешь, больной? Что? Мне это снова приснилось? Блин, как стыдно. Так, это все гребаные накруты. На самолетах летают миллионы людей и все нормально. Почему мне так стыдно? Я надеюсь, больше никогда никого из этих людей не увижу. Особенно своего соседа. Я выйду из самолета и никогда их не увижу. Да, мне нужно просто уснуть и проснуться, когда мы будем на земле. Да, на земле. Регистрация на рейс Одесса-Киев заканчивается. А что, Одесса-Киев? Не подскажете какие-то стойки регистрации на Киев? Ты? Да ну нафиг, мне что это все приснилось? Черт. Ребят, спасибо большое, что смотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Нас почти 100 тысяч, за это вам тоже огромное спасибо. Ролики выходят очень часто, поэтому если ты еще не подписан, обязательно подпишись. Всех люблю, всем пока.